Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. И мое традиционное напоминание, в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс с большим количеством аналитического контента. Пользуйтесь им, оставляйте фидбэк, комментируйте. Каждый пост можно комментировать. Что не так? Опять же, мы открыты к предложениям, может быть стоит добавить какую-то аналитическую рубрику. Мы не против. Самое главное, чтобы вы, друзья, будучи клиентами нашей компании, были довольны. И мы, соответственно, готовы делать для этого все необходимое. Ну что ж, последний день. Впереди выходные. Хорошо их проведите. Следующая неделя мы вернемся к нашим старым добрым спекуляциям. Продолжим следить за курсом американского доллара, за американским фондовым рынком, который, судя по всему, плевал на все плохие новости и решил в кратчайшие сроки вернуться к прежним историческим максимуму. Мы хорошо, потому что фондовый рынок мы с вами всегда покупали. Ну, последний год уж точно. И рост и NASDAQ, и Dow Jones, и S&P принесли нам очень неплохой профит. Ну, обо всем по порядку. Сегодня по экономическому календарю выделить особенно нечего. И я полагаю то, что в целом сегодняшняя торговая сессия, она будет резонансной от прогремевшего решения Федрезерва касательно перспектив американской денежно-календарной политики. Потому что сейчас, даже после того, как очередное заседание ФРС оказалось позади, все все равно пытаются заняться глубокопанием, чтобы увидеть то, что ранее не видели. Какой-то сигнал, намек на то, что произойдет с американской монетарной политикой дальше. Но мы, наверное, будем заниматься этим анализом более тщательным, так же, как и все. Потому что нас, как и всех спекулянтов, интересует, конечно же, будущие тенденции доллара. Пока что индекс американской валюты снижается. Это тоже хорошо, друзья. Потому что я, как вы помните, и если вы следите за моим аналитическим контентом, всегда строить свою позицию в отношении доллара, только исходя из курса ФРС. И поскольку сейчас он остается мягким, я индекс доллара всегда рекомендовал держать в своем инвестпортфеле в качестве короткой сделки, то есть идей на продажу. И сейчас индекс доллара снижается 93.09. В моменте нужно ломать поддержку 93.09. Нужно вообще уже прибираться в район 92 и пониже, потому что только в этом случае откроются возможности для того, чтобы продавцы утянули индекс доллара к более низким значениям. Для меня цель супер максимум является поддержка в районе 90 пунктов. И я, друзья, может быть, это слишком оптимистичное ожидание для продавца, но рассчитываю еще на то, что индекс доллара при определенных обстоятельствах и при большей уверенности трейдеров в том, что ФРС не будет торопиться с отказом от экономических стимулов, сможет этот новостной фон обеспечить снижение доллара к данному рубежу. Ну, немножечко еще давайте вспомним относительно того, что было интересного по факту заседания ФРС. То, что американский регулятор пересмотрел прогнозы экономического роста. Это важный нюанс. С 7% до 5,8%. На этот год я считаю, что 22-23 год, то есть прогнозы, сейчас для нас не должны иметь никакого значения, потому что это не скоро. Лучше разобраться с тем, как закроется этот год. Уровень безработицы и ожидания того, что с ней, с данным сектором американской экономики, будет уровень безработицы ожидания к нему повышен с 4,5% до 4,8%. Напоминаю, что американский регулятор по-прежнему следит внимательно за рынком труда и инфляции. И ждет, как он транслирует в каждом из последних 5-6 заседаний значительного прогресса в обоих направлениях. Рынок труда сейчас 5,3 миллиона рабочих мест, именно настолько меньше, чем мы наблюдали в 2019 году. Поэтому цель американского регулятора по обеспечению максимально возможной занятости, возвращение к показателям 2019 года, явно, друзья, еще не достигнута. Данные по индексу потребительских цен. ФРСу нужно, чтобы инфляция точно миновала пиковые значения. И чтобы это было очевидно для всех, тех, кто анализирует индекс потребительских цен, без каких-либо дополнительных допущений. Миновала пиковые значения и постепенно перешла к траектории снижения до целевого значения, рядом с которым она должна стабилизироваться. Это 2%. Мы прекрасно понимаем, что в этом направлении тоже особого прогресса сейчас у американского регулятора нет. А поэтому есть ли основания для того, чтобы ФРС сейчас корректировал политику? Я думаю, что нет. И только лишь уважая, опять же, значительную часть трейдеров, которые присутствуют в мировой экономике, я готов просто вот сбоку примкнуть к идее того, что, возможно, до конца года ситуация изменится, условия улучшатся. И ФРС в ноябре, по итогам ноябрьского заседания, анонсирует начало сокращения программы количественного смягчения на 15 миллиардов ежемесячно. И в декабре примет вот это фактическое решение. Но до декабря я уже отмечал много времени, друзья. Это значит то, что в этом месяце, в октябре и практически 100% вероятность того, что и в ноябре, экономика получит 120 миллиардов долларов. Будет получать такую порцию ликвидности, которая будет выходить из печатного станка американского регулятора и доставаться ее активом через программу QE покупки облигаций. Поэтому нет вопроса вообще к тому, что растет фондовый рынок. Фондовый рынок понимает, какие дрожжи сейчас будут добавлены в котел. Это солидная ликвидность, большие деньги. И руководствуясь опытом того, как реагировал фондовый рынок на прежние вливания в экономику, в том числе и посредством программы количественного смягчения, можно предположить, что вопрос выхода S&P на новые исторические максимумы – это совсем ближайшая перспектива. Поэтому, если вы хотите, друзья, сейчас положиться на фундаментальный фонд и, по крайней мере, на ближайшие два месяца иметь четкое представление, как работать с этим фундаментом и американским фондовым рынком, я без каких-либо сомнений рекомендую брать S&P. Если мы не вернемся к ситуации с Evergrande, с ее потенциальным дефолтом, это, конечно же, самый страшный негатив, который только можно сейчас на рынках найти, то тогда фондовый рынок будет без каких-либо препятствий карабкаться вверх. По поводу доллара еще и ситуации с политикой американского регулятора. Последний отчет по первичным заявкам на пособие по безработице вчерашний релиз – плохая статистика. 351 тысяча новых обращений с 332 тысяч. Еще одно подтверждение, что рынок труда явно буксует. Поэтому долгосрочная ставка на снижение доллара все еще в приоритете. Рынок нефти 76,52. Здесь я не ожидал, что трейдеры продолжат так активно выкупать нефтянку, учитывая, что новостной фон в целом-то не изменился. Да, запасы снизились, может быть, минимальное значение с 2018 года. Но под той тенденцией, которую ранее мы видели, в принципе, это было ожидаемо, что мы коснемся этих уровней. Простой производства всего лишь 15-16%, если сопоставлять с тем, что было ранее. И все равно, даже на этом фоне рынок продолжает расти. Возможно, свой вклад вносит дефицит газа в Европе. Соответственно, логично предположить, что из-за этого явления повысится спрос на нефтянку. Если это так, то повышение спроса априори должно толкать цены вверх. Я принял решение нефть все-таки оставить в покое, потому что ожидал, что мы увидим быструю коррекцию после 75 долларов за баррель и буду искать дополнительную точку входа. По рисковым активам все так же, как и ранее. Друзья, по евро, доллару и по фунту мне хочется найти более интересные точки входа. Поэтому жду все-таки коррекцию еще на 50-100 пунктов по обоим инструментам. По евро, доллару к уровню 1,1650. Кстати, вчера индекс активности производственного сектора. По ведущим экономикам валютного блока ЕС минимальные значения за последние несколько месяцев. Тенденция сокращения запасов сохраняется 5 месяцев в рамках еврозоны. По Англии, по-моему, 7 месяцев. Еще хуже статистика по английскому региону. Производственный сектор просел до 56,63 сферы услуг. Более важная 54,6 с небольшим. И, как вы знаете, вчера в центре внимания трейдеров было заседание Банка Англии. Приняли решение оставить все без изменений, ставку и программу количественного смягчения. Отметив неопределенные перспективы для английского рынка труда и неизвестность и неопределенность, связанную с ростом инфляции. Которая, кстати, я думаю, превысит 4% уже в ближайшие несколько месяцев. Но почему-то Банк Англии пока что не хочет попробовать остановить рост инфляции. Но, может быть, рассчитывает на чудо, что она сама собой пойдет на спад. Как бы то ни было, ужесточения политики нет. И, соответственно, нет причин, сейчас отталкиваясь от риторики Банка Англии, покупать фунт. То, что фунт и евро вчера локально подросли, это, может быть, такая локальная мгновенная реакция на то, что происходило с долларом. Но все-таки по евро и по фунту, я думаю, что мы сможем добить в ближайшие несколько сессий, как косрочная сделка, до уровней, которые были обозначены ранее. Повторяю, евро доллар 1,1650 по фунту 1,36-1,3650. Фондовый рынок сказал уже, здесь ждем дальнейшего роста. Золото 1,750 очень важный психологический уровень. Соответственно, странная динамика вчера была, когда снижался доллар и параллельно падало золото. Думаю, что логика все-таки должна восторжествовать. Когда сохраняется тенденция ослабления курса американского доллара, золото должно пользоваться спросом. Еще одним фактором поддержки для золота остается снижение доходности американских трежерис. И все еще, все еще подвешенный вопрос с тем, как компания Evergrande решит свои дальнейшие долговые проблемы и трудности. Не забывайте про этот фонд. Он в любой момент может оказаться самым решающим и значительным на финансовых рынках. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всем хорошего закрытия недели. Всем пока.